И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик посвящен новому Гауссу. Вчера у нас в игре появилось данное интересное и замечательное вооружение. Мне выдали аккаунт, на котором присутствует и имеется данный Гаусс с XT, со скином, с устройством. В общем, сегодня будет полноценный обзор на всё это дело, но меня уже смущает очень одна приятная вещь. Я не знаю, как можно дать аккаунт, записывать обзор, на котором нет нарки. Просто нет нарки. У меня тысяча кристаллов на аккаунте. У меня очень большой вопрос к тому человеку, который этим всем делом занимается. Как можно записать обзор, когда у меня нарки нету, кристаллов нету и откуда я должен взять вообще эту нарку. Я, конечно же, человек простой, мне особо нарка не нужна. Я по 10 комплектов куплю. Полноценный бой я точно смогу записать, пособирав какой-нибудь дроповый расходник. Ну и главное вообще посмотреть, как действует данное устройство, посоветовать вам, стоит ли вообще его покупать. Потому что оно за донат, безусловно. И есть ли в нём вообще какой-то профит. Вы знаете, что я делал какой-то определенный обзор на тестовом сервере. Но это тест. Устройство могло фактически как-то поменяться. И это уже у нас получается... Давайте уже сразу одевать вооружение. Это получается у нас уже как бы немножко другие параметры боя, немножко другие прокачки. И тест может даже сильно отличаться от того самого ощущения игры на основных серверах. Поэтому сегодня мы всё это дело с вами протестируем. Ну и я в свою очередь очень сильно надеюсь на вашу определенную поддержку. Если вам нравятся обзоры, если вам нравится моё обозревание всех этих нагибаторских обновлений вещей, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком. Ну и также, если не подписаны на канал, можете подписаться. Я, конечно, по 10 расходки сейчас куплю, наверное. Аптечек мне не надо. По 3 700 мне хватит. Я так... О, мне ещё и 200 крисов дали на халяву. Прикольно. И, блин, ну нитр надо тоже. Надо нитр, но у меня уже кейсов нет. Нитр, боже, как смешно, конечно, всё это дело записывать, когда у тебя нет расходки. Но это просто какой-то цирк, если честно. Ну ладно. Ничего страшного, ничего страшного. Расходочку мы покупаем. Викинга гауссик. Всё отлично, замечательно. Ну и пикаемся в катку. Смотрим, что у нас да как будет. Задание тоже замечательное. Видите, по 50 кристаллов. Так, ну что по режимам? По режимам давайте, наверное, начнём с... С ТДМ-очки. Там, я думаю, что можно будет нормально посводиться. В чём фишка викинга гаусса? Другого корпуса у меня на этом аккаунте нету. Выдано всё именно с данным интересным вооружением. Ну и... По моей логике, наверное, надо взять, сбить расходку противнику. И потом, уже после сбития расходки, взять и попробовать уже полноценно раздамажить свой нагибаторский овердрайв. Я считаю, что именно так оно должно работать. По-другому ты никак, мне кажется, не сделаешь грамотный ход, чтобы сбить расходку, чтобы потом полноценно нагнуть. А вообще, надо попытаться хотя бы один разочек свестись, посмотреть, как расходка у молодого человека просто пропадает. Интересно, замечательно. И вот так вот просто можно лишить танка расходки. А, ещё у меня резистов на аккаунте нет. Ну, тоже неплохо, в принципе. Пойдёт полноценный нагибаторский обзорчик. Я считаю, что это очень-очень даже достойная тема. А почему бы и нет? Вот так вот люди нас просят записывать обзоры, когда дают аккаунт. Без ничего, я шатал просто. Что это за рофлы? Расходка, ну, как бы полноценно она разбивалась. Что-то как бы фиксу урона, если честно, не заметил. 2000 урона я наношу по танку. Многовато, если честно. Ну, ладно. Давайте потом посмотрим вообще, поскольку много урона залетает. Давайте вот этот молодой человек сейчас прожмёт расходку. Оп. Без дашечка, молодец. Хорошо, без дашечки остался. Потом быстрее его добиваешь. Отлично, замечательно. Брэ, а мне нравится. Мне нравится, что делает этот гаус. При том, что ты можешь просто сбивать расходку, а потом простыми выстрелами добивать противника. Уже противник берёт слово резист. Резист от гаус. Не было резиста от гауса в этой катке. Резист уже один молодой человек надевает. Понятно, значит ему уже неприятненько играть. Сейчас бы вот этот хоритвинтик без нарки остался. Было бы вообще супер. Давай, давай, давай. Попробуем, попробуем. Оп, замечательно. Без нарки. А теперь быстро добивать. Блин, это изи тактика. Смотрите. Сбиваешь расходку. А, ну там и так уже хантер убил расходку. Сбиваешь расходку, потом просто простыми выстрелами быстро добиваешь. То есть фикса на простые выстрелы-то нету. И ты спокойнейшим образом можешь добить противника. Интересно, замечательно. А вот сейчас можно сделать, знаете как, по тактике. Смотрите, я отключаю. А, хотел отключить двух молодых людей. А потом взять и поражать овердрайв. Как раз у меня овердрайв уже имеется. И было бы это очень даже неплохо. Давайте попробуем сбить расходку. Себе я ничего не сбил. Все хорошо. И теперь можно уже отбить молодого человека. А, я понял. У него кулдаун-то расходки тоже маленький. Кулдаун-то расходки тоже маленький. Ну ладно, ничего страшного. Смотрите, я его все равно солью. Ничего страшного. Так, ладно. Два танка остаются без расходки. А теперь простыми выстрелами. Даже мои тиммейты их спокойненьким образом забивают. Не, в этом плане, конечно, бесячее устройство уже. Понятное дело, что кулдаун расходки у вас очень короткий. То есть, он не на продолжительное количество времени. Но если вы сбиваете фул расходку противнику, соответственно, у вас уже больше шансов на то, что он не сумеет быстро брожать всю оставшуюся расходку. То есть, у него на каждый следующий расходник тоже, я так понимаю, будет кулдаун. Я, конечно, не эксперт стопроцентный в этом плане. Но, как вы видите, если молодому человеку сбиваю расходку, он там максимум один какой-то припасик сможет брожать. И я представляю, насколько жестко сгорает у данных молодых людей... А, блин, не сбросисти. Я думал, что я сейчас сведусь. Потом нажму воду шифр и поторопился. Немножко рано шифр нажал. Татья не сумел полноценную расходочку на кулдаун отправить. Извиняюсь, что молодого человека я здесь перевернул. Если честно, я не хотел этого делать. Но так получилось. Так получилось определенно. Ну и давайте теперь уже попытаемся кого-нибудь здесь выключить. Катка, к слову, тоже довольно долго складывается. Что касаемо сводки урона, я так понимаю, что урон пофикшен минимально. Просто минимально. И, по сути, даже не так долго все это дело происходит. Расходка сбивается. Считайте, что у вас на гауссе имеется как будто хантер, да? Который сбивает расходку. Но только делает это не на столь продолжительное количество времени. Но и частота отключения расходки-то тоже намного-таки, намного-таки больше. Вы сбили расходочку. А теперь простыми выстрелами хоп-хоп-хоп. И взяли, быстро добили противника. Интересно, интересно, интересно. Интересно. Я так вижу, что уже на меня начинают гореть молодые люди. Совсем рачье, пока днище. Да, я понимаю, что не совсем приятненько, наверное, ему играть. Когда у него расходка просто на кулдаун уходит. Мне бы тоже, наверное, бомбило. Но, что поделать, когда у нас происходят такие интересные обновления. О, сейчас минус 2 танка. Даже минус 3 танка с расходкой, боже ты мой. Ой, великолепно. Здесь, наверное, это устройство больше выгодно играть с командой. То есть, вы, например, быстро отключаете кому-то расходку. А у вас есть тиммейты, которые тебе быстро способствуют, помогают. И за счет этого как-то стараются быстро слить противника. Если вы работаете как команда, то я думаю, что данное устройство можно намного-намного эффективнее использовать. То есть, вы сбили расходку. Кто-то быстро, вот как, например, этот Викатвинтик добили противника и полноценно уничтожили. И выиграли за счет этого даже дополнительную катку. Понятное дело, что в плане опыта это не столь выгодно, наверное. Но если, я думаю, поиграть, например, на том же Харьке с Гауссом, то может даже это будет еще более эффективнее и интереснее все дело смотреться. Давайте еще одну катку сыграем. Я не знаю, что у меня там по расходочке. А, мне кристаллов навалили. Ничего себе. А миллиардером, что ли, стал? Сейчас попробуем. Попробуем, попробуем расходки еще приобрести. Ну и сыграть полноценный бой. Уже с полными расходниками. Так, конечно, это все дело не обдуманно, если честно, сделано. Я надеюсь, что молодые люди в следующий раз на это внимание обратят. Потому что мне, честно говоря, не особо данный мув понравился. Так, пять аптечек. Пять аптечек. Вот так вот живем. Вот так вот мы и живем, друзья. Пять аптечек я покупаю. Давайте еще пять дэдэшек куплю. Дабы я мог просто как негобухтер сейчас нарку тут прожимать как бешеный. Хорошо еще скидки у нас в танках, к слову, сегодня имеются. И нарочка немножко подешевле стоит. Вот так вот спокойнейшим образом расходочка у молодых людей отключается. А потом одним выстрелом все это дело добивается. Замечательно. Замечательно. Что я могу сказать? ЗА-МЕ-ЧА-ТЕЛЬНО. Если мне против будет попадаться такой вот эгибатор, к слову, ноль урона было у молодого человека, и мне расходка не сбилась у противника, значит, когда вы по нулю бьете, то ничего не происходит. Я понял. Замечательно тоже. Если я закончу свою мысль, если мне в катках будут попадаться вот такие вот молодые люди, которые мне будут сбивать постоянно расходку, я просто не представляю, насколько сильно у меня будет подгорать с этого всего момента. Падает у нас там голдишка. Давайте попробуем свестись, может кто-то их сольет. А, ну ладно. Там как бы и так. Хантер все дело сделал за меня. Здесь молодой человек даже без расходки находится. Тоже все быстро сливается. Ну и главное, наверное, нам выиграть катку. Давайте попробуем еще вот этого сливестись. БДшка моя уходит на кулдаун. Так, слить спокойнейшим образом. Ну вот здесь надо было бы, наверное, посводиться. Ну, что? Подождите. Чтоб нуля урона не было. То есть, сейчас бы нулечек вылетел, мне было бы не совсем приятно. Ну и я так понимаю, что в чате тоже тут начинают всякие интересные сообщения писать по этому поводу, когда вам сбивают расходку. Я думаю, что сейчас это особо непривычная вещь вообще. И не так часто, наверное, в боях можно встретить таких молодых людей, которые сбивают тебе расходочку и за счет этого тебя нагибают. Поэтому, наверное, не совсем приятная вещь с этим может быть вообще полноценно связанной. Но я попытаюсь сейчас вот еще... Блин, вот этого я не сумел, конечно, свести, жалко. Обидно. Но можно было тоже за... Ох! А, с нулем урона. И сейчас я ему как бы расходку снял. То есть, я не понял, как это произошло. То есть, в прошлый раз у меня полноценно не получилось сбить расходку. Сейчас получилось. Как это работает? Пока что я не понимаю. Может быть, мне тогда показалось, что у меня не сбилась расходка. Ну, сейчас вы сами все видели, что расходка была у противника. А, кстати, противник попался все тот же самый. И опять этот харечек страдает от того, что постоянно у него сбивается расходка и он быстро уходит на ряд. Не сочу... Не... Не вообще не желаю ничего плохого этому молодому нагибатору. Но... Такова судьба его сегодняшняя. Что я могу сказать? На две катки он точно чувствует себя не в самом лучшем состоянии, в самом лучшем образе. И вот, считайте, как... Сейчас меня хантер стопанул, всю нарку сбил. Так же самое может сбивать каждый гаусс, который будет просто-напросто сбивать вам постоянно расходку. Ну, это же просто же не хайк. Никому не советую, чтобы против вас попадались данные молодые люди, которые будут вам постоянно мешать, постоянно препятствовать на таких вот интересных нагибаторских вооружениях. Так, у меня есть еще овердрайв, есть еще времени довольно-таки много. И я думаю, что надо сейчас отключать уже как минимум парочку нагибаторов. Но я опять ухожу на рез, по сожалению. Что касаемо опыта, вы сами все видите, как бы опыт не идет на столь большие количества, как это можно было делать, как я уже сказал, на другом корпусе. Здесь, конечно, больше акцент идет именно на неудобства, я думаю, викинга. Потому что если бы здесь был бы хорек, и я бы постоянно бы прожимал на нем овердрайв, понятное дело, что я бы набивал бы намного-намного-таки больше опыта. Потому что каждая сводка бы наносила бы не по 1000, например, 400 урона, а по 2700, там, и того может даже больше. Ну, вы сами понимаете. Но даже если сплэш-урон проходит буквально там на 60 урона, все равно расходка молодым людям сбивается. Это значит, что без разницы, какой пройдет урон, хоть он будет минимальный, все равно любой танк, который сплэш-уроном достается, расходка у него сбивается. И это, конечно, в плане том, когда ты сам играешь на этом вооружении, это очень круто. Но, когда ты такого вооружения не имеешь, я никому не посоветую вообще с таким поиграть. Мне кажется, что это вообще лютая, дикая имба. Ну, и, наверное, к счастью, что она все-таки за донат. Если бы такая возможность была бы за кристаллы, в матчмейкинге у меня бы сгорало бы намного-таки, намного-таки больше. Постоянно бы сбивали тебе бы расходку, постоянно бы мешали, и у тебя, соответственно, бы не все так хорошо и гладко получалось. К слову, я в этой катке играю без единого резиста, и с этим всем раскладом полноценные 6 звезд можно зарабатывать с премиум аккаунта. Что я могу сказать, подводя итог? Подводя итог, я могу сказать, что это имба. Имба определенная, это имба, это просто в одной пушке у вас есть свойство овердрайва хантера, только овердрайв хантера вы можете прожимать там, грубо говоря, раз в полторы минуты. Здесь вы можете прожимать, ну, сводка сколько там, секунд 5, каждые 5 секунд, если вас не сливает, вы можете постоянно отключать расходку противнику. Понятное дело, что не на столь долгое количество времени, но если вы имеете в своем арсенале неплохую команду, которая вам помогает, которая вам саппортит, вы быстро все это дело сбиваете, быстро нагибаете. И, соответственно, у противника сгорает, они не могут ничего сделать, и они не понимают, как с этим вообще, по сути, бороться. Поэтому Гаусса данное устройство намного-таки, намного-таки лучше, нежели то устройство, которое у нас, например, было на Викинге, ой, на Викинге, на Вулкане, когда я тестировал, помните? Было там устройство, которое рикошетило от всех возможных стеночек. Здесь устройство имеет смысл быть, но оно задано. Соответственно, не каждый может себе это позволить. И, с одной стороны, это очень хорошо, то, что не будет такого большого количества бесячих Гауссов. Ну, и я думаю, что если использовать данное устройство на Гауссе с харьком, то можно получить довольно-таки положительный, намного-таки положительный эффект в плане набора опыта. На Викинге, конечно, не так много вы опыта все-таки сможете набить, плюс я как бы играю без дронов, без резистов. Здесь ничего на данном аккаунте, по крайней мере, пока нету. Но если будет такая возможность, если вам понравится, я смогу затестировать все это дело уже, возможно, с каким-нибудь интересным дрончиком, если мне это позволит сделать. Ну, и, например, с резистами, и там уже полноценно посмотреть. Ну, конечно, на харьке было бы это намного эффективнее посмотреть, как все это дело будет, конечно же, работать. Если вам понравился данный видеоролик, то обязательно не забывайте прожимать лайк, подписываться на канал. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.